Друзья, здравствуйте! Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канал Курбанова Лайфа и благодарю всю нашу аудиторию, которая присоединяется к просмотру наших эфиров, особенно сегодняшнего. Мы сегодня посвятим много времени тому, чтобы проанализировать, разобраться, что происходит на украинских фронтах, на каком этапе российско-украинской войны мы оказались, ну и что будет дальше. Вот приблизительно так я бы обрисовала наши планы на следующий час. Как и всегда всех наших зрителей, мы призываем быть активными. Помните, что для нас очень важно, чтобы украинские темы, украинский голос звучал как можно громче, ну и все, что касается нашей войны в том числе, поэтому не забывайте нас поддерживать. Не забывайте распространять всю информацию, которую вы сегодня увидите, услышите, а делать это легко и просто. Даже нет необходимости отправлять какие-то ссылки. Все, что необходимо, это оставить свой лайк во время нашей трансляции, ну и, конечно, подписаться на этот канал Криванова Лайф. Всех, друзья, я призываю обязательно еще и делиться своими мнениями, точкой зрения, своими оценками у нас в чате. Помните, что мы всегда призываем вас и там быть активными. Помимо того, что наш зритель друг с другом общается, еще и, конечно, очень важно, как вы относитесь к той или иной теме, которую вы сейчас увидите и услышите. Ну и, конечно, не забывайте делиться очень важной информацией. Мы исследуем свою аудиторию, мы изучаем, откуда она к нам приходит. И, конечно, для нас крайне важно, чтобы вы написали, где вы сейчас находитесь. Я, как и всегда, друзья, для вас работаю из Киева. И еще, пользуясь случаем, я напоминаю вам про самое обязательное – это поддержка Вооруженных сил Украины. Помните, что наша армия, она большая, у нее множество потребностей, и кто, как не мы, будем ей помогать. Мы и люди, кто нам симпатизирует, ну и, конечно, верит в победу Украины. Поэтому воспользуйтесь QR-коном, который на протяжении всего эфира будет вместе с нами, и не забывайте задонатить на Вооруженные силы Украины. А вот про войну и мир, про перспективы того, что происходит на украинских фронтах, мы сегодня будем говорить с гостем, который всегда является очень ожидаемым, очень желанным гостем у нас в эфире, которого мы очень уважаем. Ведущий аналитик аналитического центра STEM. Сегодня с нами Агиль Рустам Заде, которому я с большой радостью говорю «Здравствуйте». Здравствуйте. Агиль, добрый день. Я вас приветствую. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Салам алейкум. Алейкум салам. Алиу Аллахамам. Приветствую вас и вашу аудиторию. Агиль, ну я вам честно скажу, что я, помимо того, что всегда жду с большим нетерпением нашу встречу, я начинаю вас бояться. Я объясню, почему. Мы с вами виделись приблизительно в ноябре месяце, и тогда вы сказали множество вещей, которые мне было, конечно, очень больно слышать. Но я же не военный эксперт, я никогда с вами не спорю, я просто запоминаю. По состоянию на март месяц, ну так, минимум половина из того, что вы сказали, уже сбылась. Минимум. Хотя тогда ничего из этого даже не было похоже. Это касается и смены нашего военного командования, это касается и асимметричности ведения войны. Поэтому мне кажется, что вы все-таки способны несколько заглянуть в будущее. Я не знаю, насколько сегодня нам это получится сделать. Тем не менее. Агиль, что сейчас вы видите самое главное на украинских фронтах? Как выглядит ситуация? У кого, естественно, доминирующая позиция? Бояться мне не надо. Надо побольше меня стараться, побольше меня слушать. Но бояться мне не надо. Я помню наш октябрьский разговор в Баковом отеле. Да. Но я хотел бы добавить, что я очень рад, что именно в тот момент меня услышали, что в Украине нужно вложиться. И вот тут скачок вложения общества, вложения государства, а именно масштабирование производства дронов. Вот ситуация, которая сейчас сложилась на поле боя. Российская армия не имеет возможности проводить различные наступательные действия, уровня, скажем, тактического, априативно-тактического уровня. Благодаря массовому производству дронов вы их остановили. Вы их остановили, и вы наносите им ощутимые потери. Что касается линии фронта. Линия фронта в вашей войне, это затяжная война. Она имеет очень малую динамику. Бывают недели, когда на фронте, скажем так, не было никакого продвижения с обеих сторон. Эта динамика будет проголосляться. Надо понимать, что из-за того, что у вас пока нет возможности, да и у вашего противника тоже нет возможности нарушить баланс и приоритет сил, ни одна из сторон не имеет возможности проводить против противной стороны какие-либо масштабные мероприятия. Скорее всего, мы будем иметь, плюс-минус, мы будем иметь такую же обстановку в марте месяце. Но есть одно главное. Если вот вы хорошо затронули этот период, я вам говорил, что вам нужно будет, если вы вложитесь, вам нужно будет терпеть до марта. И как мы видим, начало марта, вот как раз-таки вы из-за увеличения ваших ресурсов вы больше тормозите вашего противника, вы лишаете его возможности даже проводить наступательные операции локального масштабного назначения. И снаряды, боеприпасы, западная помощь увеличивается его. Я думаю, что в марте-апреле украинской армии будет полегче истощать противника, наносить ему чувствительные удары. И скорее всего, к концу марта-середине апреля наступательный потенциал российской армии будет истощен. То есть, знаете, немножко отключение дежавю, потому что про российское наступление мы с вами имели возможность говорить приблизительно прошлой зимой, наверное, потому что было очень много таких устрашающих новостей. Это же война не только на поле боя, но и в средствах массовой информации. И вот тогда россияне собирали свой большой поход. Я хорошо помню, вы тогда сказали, перестаньте, какой российский поход. Нет ни сил, ни средств, и ничего у них это не выйдет. Сейчас президент Зеленский говорит, что есть, скорее всего, развединформация, которая говорит о том, что еще одна попытка больших глобальных наступлений может быть приблизительно летом. Видите ли вы, что у российской армии сейчас есть на это и средства, и возможности? Надо обратить внимание, что ваш верховный главнокомандующий обозначил лет. А для чего это был обозначен в период? Без проведения мобилизации в каком-либо виде российская армия не имеет возможности проводить наступательные операции. Большие наступатели, масштабные наступательные операции. Но, однако, в марте политический сезон, и после выборов российская армия может увеличить мобилизацию, накопить какое-то число военнослужащих, с которыми она может попробовать провести широкомасштабную наступательную операцию. Но я думаю, что вероятность этой операции будет зависеть в том числе и от успеха украинской армии на весенне-летний период. Если украинская армия выйдет на очень большой кротине от военного истощения, то тот ресурс, который может собрать клетку Российской Федерации, он может быть использован тот для того, чтобы восполнить тот урон, который украинская армия нанесет. А я вижу очень хорошую динамику, тенденцию, что украинская армия нанесет мышц. Вы за два месяца выпустили 200 тысяч долларов, и процесс масштабирования продолжается. И, как видим, это работает. Поэтому тут есть такой нюанс. Ну, знаете, когда смотришь, Агиле, и на то, что происходит с Российской армией, и вы говорите про потенциал мобилизации, мы что же понимаем, что люди не перевелись еще, несмотря на показатели. Каждый день это тысяча-тысяча двести убитых, раненых. То есть очень много выводится из боевого состояния. Очень много уничтожается техники. Вы прекрасно знаете, что февраль стал таким по-своему рекордным по количеству уничтоженной авиации. Но сейчас по всем планам и потому, что мы видим, кажется, что там нету какой-то черты, которая бы не могла Российская армия перейти по количеству своих потерь. По авиации нам Институт изучения войны говорит, что они готовы, готовы под нож положить максимум. В Черноморской акватории, в акватории Черного моря, простите, мы видим еще одни результативные удары по кораблям Черноморского флота. Тоже, как бы они все равно далеко не уходят, все равно продолжают быть. То есть получается, что их извести до какого-то количества, когда они больше не смогут воевать, пока что не получается. Сколько же там у них в запасе еще всего? Дело в том, что украинская армия по обозначенным причинам не имеет возможности наносить военный и экономический урон, который может каким-либо образом влиять на страну с населением более 120 миллионов человек. Скажем, тот урон, ущерб, который вы наносите, скажем, мог бы выбить из колеи Польшу. Но против России, как бы скажем, это не будет работать. Надо понимать, что один самолет в день, это не те потери, которые могут вывести из колеи военно-воздушные силы Российской Федерации, которые, по различным данным, от 300 до 500 боевых самолетов. Но этот порог есть. У любой страны есть, как у человека бывает болевой порог, как и у любой страны есть порог, пройдя который, страна не в состоянии выполнять свои мероприятия по безопасности. И это не только людского ресурса, это и материальный ресурс. Поэтому я считаю, что по совокупности причин вы еще не достигли того уровня военного истощения, который может воздействовать таким образом на вашу потерю. Интересно, что кто-то из ваших коллег, экспертов, подсчитал, что если такими же темпами уничтожать российскую авиацию, то закончатся самолеты приблизительно к марту следующего года. И то это вот действительно чуть ли не по одному в день сбивать, по одной сушке, что, конечно же, абсолютно невозможно. В то же время, Агиле, у нас тоже появилось в более широком смысле предметы для гордости. Мы с вами обсуждали, что как могли бы выглядеть удары в тыл Российской Федерации и то, что могло бы нанести урон их логистике. Это нефтебазы и не только. То есть все то, что так или иначе сопряжено с военным комплексом. Здесь видите ли вы какие-то результаты, которые действительно нам помогают. Потому что, с одной стороны, мы смотрим на экономические показатели. В России там происходят свои перетрубации. То, что касается ограничений на продажу бензина и тому подобное. Но это еще не победа глобальная. Вот эти удары, что в перспективе могут за собой нести? Это удары против военно-экономического истощения. Это то, что НАТО сделало с Владославой. Когда был уничтожен, есть ее военно-экономический потенциал. Надо понимать, что в России сколько нефтебаз? Две тысячи? Десять тысячи? А в месяц по одной нефтебазе? Куда можно дойти? Ну, вместе с этим, ну, скажем, сегодня был поражен горно-вогатительный комбинат. Он добывает железную луду. Вот это как бы чувствительный удар. Это отразится на возможности оборонов повышенного комплекса. Потому что из железной луды потом как-то доходит до брони для танков, для моего техники. Да, в этом рациональное зерно есть, но другое дело, что масштабов недостаточно, конечно. То, что недавно было заявлено о том, что мы не увидим на фронте танк «Армата». Я напомню, что это танк, которым очень гордилась российская армия. Городился сам военный преступник Путин. Его единожды увидели в 2015 году на репетиции парада. И то он заглох. Сейчас говорят, что нет, слишком дорогой, слишком сложный. И на фронте он не будет. Я здесь вас спрашиваю про танк «Армата» исключительно, как непрофессионал, вкладывая свои надежды. Что, возможно, это тоже определенный лакмус того, что не получается завести на полную катушку военный комплекс. Да, можно взять старые танки, расконсервировать, переоборудовать и отправить их на фронт. Но создавать что-то новое, модернизировать, усложнять, делать более совершенные машины, как будто бы у России сейчас не получается. Я вижу тенденцию, если эта тенденция будет продолжаться дальше, я вижу увеличение влияния санкционного механизма. Еще больше станут отказываться поставлять Российской Федерации, комплектующие различные технологии. Если эта тенденция будет углубляться, то я думаю, что в перспективе двух-трех месяцев российский военный комплекс подойдет к своему максимуму. Больше он расширяться не сможет, потому что военные рельсы требуют, скажем, ресурсов, с которыми делается это оборудование, три раза больше. Рабочих сил в три раза больше, соответственно, производство мощности в три раза больше. На данный момент Российская Федерация это не сможет сделать. То, что они сейчас включаются, подключаются, но производство мощности, это такой вид производства, где, скажем, на развертанном производстве, это 6 месяцев в год. Я думаю, что конкретно в 2024 году, если получится включить влияние санкционного механизма, вот пока Российская Федерация достигнет своего максимума, пика своих возможностей. Но тут интересно, что не будучи способным создавать что-то новое или модернизировать что-то старое, у России остается самый простой ресурс вместо техники бросать людей. Теми самыми местными штурмами и большим количеством своих потерь они брали Авдеевку. Для нас, Эгиль, с одной стороны, ну, согласно военным показателям, конечно, потеря такого гарнизона, который был укреплен, который держали 10 лет, для военок это очень сложно. С другой стороны, я видела и ваши комментарии, и многих ваших коллег, которые, конечно, говорят, что это первая победа, и в этом нет ничего страшного. Хотя, с другой стороны, российские войска немножко, по чуть-чуть продолжают продавливать. А стоит ли здесь говорить о том, что в любом наступлении все равно будет точка стопа, когда закончатся силы и возможности, мы и логистику с вами вспоминаем, или сейчас, на данный момент, у россиян есть перспектива продвигаться по востоку нашей страны? Я с вами не соглашусь, а в депрессии принимаем какого стратегического значения. Для современных средств огневого поражения, что у вас есть, вы имеете возможность обследовать всю Донецкую, оккупированные Донецкие и Луганские области. В этой судьбе этой войны, вот скажем, у вас владели Херстонской области, что? Вася провел эту войну? Надо понимать, что это затяжная война. И потеря, преднамеренная потеря. Такого населенного пункта, небольшого населенного пункта, это ничто в истории этой войны. Надо понимать, что к какому-либо результату можно прийти при ослаблении возможностей какой-либо из сторон продолжать войну. Линия фронта вторична в этой войне. Она может быть сегодня здесь, завтра она может быть в совсем другом месте. Но главное, это наличие сил и ресурсов. Сейчас у вас баланс. Но у меня к адвивке есть вопрос. Не весь украинский вооруженные силы, не все военнослужащие смогли выйти от войны. Вы не смогли обеспечить полном цельную вывод войск. Вот к этому вопросу есть. А других, как я говорил, вопросов нет абсолютно. Вы на этом участке фронта сколько смогли истощали вашего противника на протяжении нескольких месяцев. Враг понес колоссальные потери. Только в боевой технике потерь на несколько сотен. Поэтому я на ситуацию смотрю через эту признак. Я не буду вам буквально в смысле цитировать российскую пропаганду. Ясно, что они по-прежнему рассказывают о том, как они войдут в Киев. Но есть точки напряжения, которые выглядят намного серьезнее. Это Купинск. Вы знаете, что там, естественно, для россиян это стратегически важно взять это направление. Купинск узловой. И не только. Там большое скопление российских войск. Там очень большое скопление российской техники. Но уже сейчас Кабы снова падают на Купинск. Говорим ли мы здесь о перспективе того, что они могли бы продавить нашу линию обороны? Все-таки мы понимаем, что наши люди воюют по-другому. И когда нужно, мы отступаем. Хотя и освобождение Харьковской области нам давалось невероятно сложно. Не знаю, мы заметили, нет, но ситуация за последние 10 дней, она поменялась в лучшую сторону для украинской армии. К вам начали поступать артиллерийский боеприпас. Вы уже отстреливаете больше, чем две недели назад. У вас появилось больше дронов. Да, в Купинске больше боевой техники, больше живой силы. Но надо понимать, что тот метод и способ ведения боевых действий, он близок к асимметричному. Именно поражение дешевыми дронами личного состава и боевой техники, он дает эффект. Единственное, единственное, что вас сейчас напрягает, и вы не нашли еще полноценное противоядие против управляемых авиационных ромб, вы думаете, что найдете. Но я думаю, что возможно с предоставлением вам средств противовоздушной обороны вы сможете решить эту проблему. Потому что в отличие от А-50, который летит на удалении 200 км от линии фронта, тактическая авиация для того, чтобы сбросить управляемые авиабомбы, нужно будет подходить до 50-40 км от линии фронта. А это уже как бы типовая цель для зенитно-ракетных комплексов в средней дальности, даже не Петри, в средней дальности. Ну, видимо, у вас их еще не хватает. Но есть наработки, итальянцы вам что-то будут передавать, немцы вам будут что-то передавать. Я думаю, что если вы будете сбивать по 2-3 самолета в день, то я ни на каком из направлении, я каких-либо угроз, я уже видеть не буду. Но на данный момент, да, не только по Купинскому и Бахмуте, то она ситуация, скажем, ситуация сложная, но стабильная. Когда теряется стабильность, становится ситуация угрожающая. Я угрожающих на данный момент факторов на каком-либо участке фронта, я сейчас не наблюдаю. Еще про передачу оружия хочу вас спросить. Я хочу, чтобы помню, когда мы с вами очень давно обсуждали только перспективу передачи F-16, которую мы все еще ожидаем. Вы, конечно же, так очень неспокойно комментировали заявления на Западе тех людей, которые не очень разбираются, для чего и как используется эта авиация. Потому что Украина всегда дает клятвенное обещание, что мы не будем бить по территории Российской Федерации и ничего использовать из западного оружия. И там, значит, я уже не помню, или французский, или британский генерал как-то очень сомнительно комментировал возможности, а что на самом деле мы будем делать с этой авиацией. Какая-то очень похожая ситуация сейчас происходит и с Таурусами. Потому что что нам говорит Шольц? Говорит, вы же точно ударите по Москве. Мы открываем карту и понимаем, что хоть боком, хоть передом, хоть спиной, как угодно, эта ракета не долетает с крайней точки Украины до Москвы. Не хватает 100 километров как минимум. Потом мы слушаем слитые разговоры немецкого генералитета военных. Они тоже обсуждают эти ракеты, только в другом применении, в частности, по Крымскому мосту. Агель, как вы считаете, здесь больше войны или политики? Что стоит за тем, чтобы не передать ракеты? Они чуть ли не последние из тех, которые могли бы у нас оказаться из доступных. Были Storm Shadow, были Скальпы, были Атакамсы и только Таурусов еще не побывало в Украине. Знаете, вот если бы мы спросили о системе, скажем, которая придет от американцев или как бы от французов, я бы еще сказал, что тут есть немножко политики. Но надо понимать, что сейчас самый первый донор помощи Украине – это нет. Возможно, мы не знаем каких-либо аспектов. Возможно, в кого-то в Германии высказали свою красную линию, чтобы они не передавали дальнобойные ракетные системы. Мы же не знаем всех нюансов. Но сказать, что я не совсем понимаю, почему у людей волнует этот хаос. Ну, аналогов Тауруса вы получили около 100 штук. Ну, а стреляли два месяца, российское ПВО нашло к нему противоядие. Сейчас ни Скальп, ни Штон Шаделл не имеет той эффективности, которую она обладала в первые 5-6 месяцев применения. Та уж тоже ждет то же самое. Та звуковая крылатая ракета. Типовая цель для противовоздушной обороны. Поэтому тут, я думаю, что все больше политики. Ведь, скажем, заявление Макрона. Если у тебя так горит за Украину, ты первая страна в Евросоюзе по военно-помплексному комплексу. Объясни людям, почему тогда ты по объему военной помощи на 15-м месте. Ты поднимись на вторую строчку, если это Украине не поможет, потом вводи войска. То есть в Западе очень распространен популизм. И люди часто делают заявления противоречащих. Это еще надо будет разобраться. Почему я там Макрона сделал? Возможно, у какой-либо страны даже где-то рассматривал эту идею. Там спецназ, или там технический персонал, который какую-то сложную систему будет обслуживать, чтобы они тихонько там прошли. После темы Макрона вряд ли кому-либо придет в голову эта идея. Поэтому я думаю, что пора уже вырабатывать противоядие, против различных информационных операций, против политических игр, которые напрямую на вас не влияют. Я вижу ситуацию такую. Таусы вам не сильно помогут. Вот вам помогут атаканцы. Это политическая цель. И развивать сложно. А вместе с этим люди обсуждают Таус. Ну хорошо, но есть Таус, но нет Тауса. И что? Наоборот, наоборот, это расшатывает силы человека, который по объему помощи вам на первом месте. А это вам не кажется странным? Поэтому надо как бы относиться очень осторожно к различным политическим играм на Западе. Но вы фактически говорите, Агиль, приблизительно то же, что сказал Шольц. Он говорит, я действительно не понимаю. Мы дали все, что могли, мы всем помогаем. А вы с этими Таурусами. И действительно, ведь в Москве одна из задач, одно из заданий, это вбить клин между нами и западными партнерами. Вы правы, что в какой-то момент мы забываем про огромнейший чек, уже уплаченный теми, кто платит налоги в Германии, да, фактически, за то, чтобы мы могли продолжать защищаться. Это абсолютно справедливо. Тогда я перефразирую свой вопрос. Мы действительно находим за время этой войны ключи ко многим проблемным дверям. Это касается Черноморского флота, это касается оккупированного полуострова Крым в целом. Во-первых, принципиально ли для нас, действительно ли это очень важно, снести Крымский мост, поможет ли он нам так сильно, как об этом, ну, например, говорит, как правило, Бен Ходжес. Вот он прям идейный вдохновитель того, чтобы этого моста не было. И можно ли в таком случае вместо ракет, в том числе, тогда использовать беспилотники? Возможно, в этом как раз тот самый ключ, чтобы без ракет его снести? Есть очень много способов и средствам его поражения. Кстати, вот эти, что он шадо, которые у вас есть, вы комбинированы так, скажем, вместе с беспилотниками, вместе с бэками, радиоэлектронной борьбой, глушением систем ПВО, можете добиться какого-либо успеха. Да, ну, надо понимать, что значимость Крымского моста, она большая, конечно, она очень большая. Надо понимать, что почти и Крым, и большая, и некоторая часть южно-операционной зоны логистически подпитывается тут. А еще давайте, как бы, задумаемся над политическими, как бы, политической ценой потери такого моста. Тут я с Баном Ходжесом соглашусь. Но другое дело, что поразить, хотя бы вывести из строя, скажем, на 6 месяцев, такой мост, как Крымский мост, нужно очень много оружия. Вот я, как бы, на вскидку вам скажу, чтобы, скажем, вывести из строя две нитки автомобильного, еще остается и железнодорожная, как бы, железнодорожная нитка. Хотя бы, простая ли вам 50 метров, хотя бы два пролета, вам нужно будет, ну, скажем, атакамзов, не тех ранних весей, которые вам дали, там боевая часть маленькая, а побольше, где боевая часть более 300, 300 килограмм. Нужно хотя бы 40 штук. Поэтому Крымский мост, при всей его значимости, для вас это слишком сильная цель. Вы еще к этому не готовы, вы еще к этому не подошли. И вот ситуация вот такая. И к Макроне я хочу, как бы, еще добавить, что Макрон этому, Шольцу. Вот я думаю, что украинцам надо больше слушать свое военное командование и свое политическое руководство. То отношение, что Крым завтра возьмем, через 6 месяцев война закончится, нет. Ваше военно-политическое руководство сменило риторику. Оно пытается донести до населения проблемы, актуальные проблемы, с чем имеют дело, с чем нам может помочь. И если ваше политическое руководство не заявляет, что Германия, дайте нам срочно Тауэрсу, значит, они вам не нужны. Доверяйте больше вашим военным, больше вашим политическим руководствам. А я думаю, что с истории Тауса рано или поздно выйдут уши вашего противника, либо государство, которое не хочет увеличить свою военную помощь и очерняет государство, которое по объему военной помощи вам на первом месте. Надо быть как бы уже мудрее, уже из мышления в этих делах. Это интересно, когда вы говорите про то, чтобы прислушиваться и к военному, и к политическому руководству, и вы, Агиль, и наш уважаемый гость Рамис Юнос, мы всегда с вами говорим как бы в общих чертах, никогда не углубляясь во внутреннюю ситуацию в Украине, за что я вам очень благодарна. В то же время, вот когда мы с вами встречались, вы ведь тоже были сторонником того, что более кардинальные изменения должны были произойти в Украине, вы их там не озвучивали, не навязывали, но сказали, что вполне возможно, нужно подумать и про ротацию в военном командовании. Вы знаете, что психологически для украинцев во многом это было тяжело, но война продолжается, и мы поддерживаем нашего главнокомандующего новоназначенного, Александра Сырского, хотя этот человек хорошо нам знакомый, он воюет 10 лет с начала войны на Донбассе, ясно, что в этой должности он не так много времени, как правило, что там президенту даже первых 100 дней дают, но как нам понять, что поменялось, есть ли результаты, есть ли эффективность, видеть ли вы улучшения как раз с приходом нового командования? Как раз таки я увидел кадровые изменения командиров частей, которые не совсем точно выполнили свою боевую задачу, подать девкой. Я уже увидел то, что мне нужно было. Не все менеджеры могут быть кризис-менеджеры. не каждый командир бывает командиром от Бога. Если люди не справляются, они меняются. То, что я говорил на всем протяжении этой войны, и я это увидел. И я это увидел. Были приняты кадровые решения. На должности приведут более эффективных людей, которые себе смогли показать более эффективным на поле боя. У меня очень хорошие как бы надежды на сырского. Потому что, как я говорил, надо воспринимать, что в военном деле, в государственном аппарате работает команда. Людей, которых он привел, это люди, которые смогли показать свою неординарность, смогли утвердиться на поле боя своим управленческим талантом. Поэтому я думаю, я увидел, увидел, я вижу, я вижу те частично, частично. Я не все сказал, что все то, что я говорил, это простворяется, но я вижу, что процесс пошел. Процесс пошел, и процесс будет углубляться. По мере того, как новоназначные люди будут давать результат, люди, которые не очень справляются со своими возможностями, будут меняться. Появилась динамика, тенденция. что оздоровит украинскую армию, даст ей дополнительный стимул. Это то, что я говорил на всем протяжении войны. Да, про командиров говорил и сам Александр Сырский. Действительно, нужно уметь анализировать ситуацию на поле боя. Мы не можем находиться в такой пропаганде и в теплой ванне, как это делают россияне. Если у нас есть проблемы, о них нужно говорить и с ними бороться. Это очень важно. В то же время, Агиль, это же не секрет, что во многом мы возлагаем свои надежды на западную помощь, когда мы с вами проговорили про боеприпасы и про ракеты. Это все, конечно, Европа и Америка. Только беда ведь в чем? В Европе много денег, мало оружия и сейчас мы видим, что не успевают, не могут они запустить военно-промышленный комплекс наряду с тем, как это сделали в России. Ну а в Америке свой хаос, свои выборы, свои кандидаты и свои две точки зрения, как помогать Украине. А что же в таком случае сейчас, чем может усилить нас Европа, если чуть ли не все у них там уже, знаете, как почти мы заходим к НЗ, к неприкосновенному запасу и даже боеприпасы. которые мы с вами вспоминаем, спасибо президенту Чехии, который все это нашел, но это боеприпасы из стран третьего мира. Ну, если НАТОвский стандарт 55-го калибра, я думаю, что этот процесс отработает, там есть нюансы. Да, я думаю, что этот процесс отработает, то насчет западной помощи, вот если система ПВО и артиллерийские боеприпасы, они более на 30-40% больше будут вам передавать, то ничем критичным это вас не обернется. Конечно, вклад Соединенных Штатов Америки он огромен. То есть, вклад Соединенных Штатов Америки это тот вклад, который позволяет вот как бы склонить чашу весов, да, да, но что поделать, страна, с которой вы воюете, это огромная страна. И без ощутимой помощи Соединенных Штатов Америки вы будете плюс-минус как бы заниматься военным истощением вашего противника. Но тут нужен будет и подход вашего командования, вашего экономического блока. Но я думаю, что и без вклада Соединенных Штатов Америки тоже ситуация, которая сейчас на фронте, это худшая ситуация за 2024 год. Потому что идет увеличение производства военно-промышленного комплекса Европы, идет увеличение военно-промышленного комплекса Украины и плюс вот президент Чехии человек-вояк. Я выступаю раз в 6 месяцев по делу. Поэтому я считаю, что та ситуация, которая сейчас на фронте, это худшая ситуация, что вы имеете на 2024 год. Но именно отклады Соединенных Штатов Америки будут зависеть. Сломаете вы хребет вашему противнику на 2025 году или нет. Это уже такие процессы, что очень сложно прогнозировать. Не только мне, думаю, что мало кто может это прогнозировать. Это интересно. Вы говорите, что мы продолжаем истощать нашего противника. Действительно, главная задача не только и не столько возвращать свои территории, своих людей. Мы говорим не в буквальном смысле про выход на границе 1991 года, хотя это, конечно, финальная наша задача, одна из. но это сломать хребет российской армии. Только параллельно Агиле нужно не забывать, что истощаются и вооруженные силы Украины. Наши воины, к сожалению, не бессмертны, и, конечно, нам тоже наносится большой удар. 2024 год, скорее всего, он ознаменуется тем, что вооруженные силы Украины будут находиться в обороне. Мы не собираемся, нам буквально не с чем идти в наступление, потому что и летняя кампания, она все-таки была не так поддержана нашими западными партнерами в буквальном смысле как на словах. Ну и Петр Павел, которого вы вспоминаете, он действительно тоже говорил, смотрите, вот у вас есть 2023 год, вот мы вам дали все, что могли, и у вас за этот год только одно наступление, один шанс, а дальше, наверное, очередной процесс накопления сил. Если мы с вами говорим про какой-то короткий срок, может быть, полгода, здесь речь идет о том, чтобы ждать, накапливать силы, проводить свою мобилизацию, формировать резервы, или все-таки есть шансы и на то, что и возможности, что и армия Украина могла бы где-то наступать, где это возможно. А смысл? Вот смысл. Вот хорошо, вас завалили ресурсами, вы взяли Донецкую область. Вот смысл. Вы провели две наступательные операции, вас владели территорией, но не разгромили противника. Противника как надея. И еще сейчас будут отходить. Вот смысл. Наступление имеет смысл. Наступление очень важно, когда в результате вашего наступательного действия вы громите противника. Сейчас таких возможностей нет. Ведь везде, где вы проводили наступательные операции, противник вывозил свои войска. Вас вывозили территорию, но не меняли ситуацию в свою пользу. За чем смысл тогда вам наступает? Наоборот, нам накапливать ресурс. И слава него поражает. Я думаю, что у вас уже исчерпан лимит вывода мужского населения экономики вашей страны. Вам нужна как экономика, которая будет обеспечить введение боевых действий, и плюс вам еще и нужна экономика, которая будет запускаться на комплекс. Вам нужно увеличение количества ваших средств в него поражения. А это деньги и плюс рабочие руки. Поэтому наступление это не тот вид боевой деятельности, который может привести к стратегической цели. к окончанию этой победы, к окончанию этой войны путем ничьи, ничьи, либо вывода российских войск с части вашей территории. Я думаю, что это адекватно можно перед собой стоять Украину. Я тогда вас прошу про еще один виток под завершение. это то, что так или иначе и сама Европа начинает готовиться. И много средств массовой информации об этом пишет о войне Российской Федерации против НАТО. Я помню самый яркий сценарий The Telegraph его иллюстрировал о том, что противостояние или военная провокация России против НАТО могла бы состояться уже зимой этого года. Это такой люкт практически безвладия в США, пока у них идут выборы, кто бы не стал президентом, пока один передаст к другому. Вот где-то зимой можно там в Сволковском коридоре где-то в общем-то попробовать какой-то конфликт создать. Дальше уже, конечно, как снежный ком все это начинается. Именно же нападение на страны Балтии, на Финляндию. Мы видим, как страны Балтии сейчас свою линию обороны уже готовят, уже копают окопы. Военный преступник Путин подписал распоряжение про создание еще двух дополнительных военных округов. То есть тоже говорят, что это подготовка к войне. Насколько эту опасность вы как эксперт воспринимаете серьезно? Ну, наконец-то до них дошло до ваших западных партнеров. Что если Украина проиграет, а знаете сценарий проигрыш Украины? Это не означает, что российские войска танков дают такие скажем, будет момент, когда вы устанете, скажете, что с вами. А что означает, что с вами? Это означает, что установка человечества у вас. Создание Союзного государства, белорусский сценарий, а после этого вы с кем будете воевать? Вы будете воевать завтра. У них был один враг, теперь его стоит два. С почти миллионным населением, у которого есть очень богатый боевой опыт. Пускай вкладываются. Либо вкладываются сейчас, либо потом будут воевать вместе с Россией и второго, третьего дона. они начинают находить. Поэтому у меня оптимизм есть, что вам будет помогать. И усиленно помогает. Потому что они уже помнят, что на Украине врача не основываются. Ну, что там, два года не понадобилось для этого осознания. Единственное, что о Гильне ясно, а ресурс российский, откуда он возьмется, или здесь, как всегда, все дыры они будут живой силой затыкать. Санкционный механизм он не обеспечил экономический спад, спад финансовых ресурсов в Российской Федерации. Но надо понимать, что Россия перенапряжена. И дальнейшее усиление санкционного механизма будут лишать финансового ресурса. скажем, перспективе года, перспективе двух, а война это финансы. Война это финансы, но хорошо, людской ресурс, ну хорошо, этих людей надо кормить, людей надо добывать, девать. каждый патрон это деньги, каждый российский санкционный это деньги. Да, я думаю, что как даже среднесрочные перспективы с усилением, с очень сильным усилением санкционного механизма, возможно, что цена за это войну поднимется до такой отметки, что Россия захочет остановиться. Будет сговорчивее. если вот завтра мирные переговоры, ну что она скажет? Она скажет деноцификация Украины, что это означает? Ну это означает, что нам нужен пророссийский как бы президент Украины. Да, откат до майдановского периода, да, да, но нужно, чтобы к этому пришли все. Польша покупает зерно и скажем эти такие же аналогичные продукты Польши и Россию и Белоруссию. Зачем? Зачем? К этому они будут приходить со временем, когда политические моменты будут давлять над экономическими. Но я никогда не поверю, что Украина зерно Польши продаст дороже, чем скажем Россия. Но они покупают. Вот она начинает доходить, что нельзя покупать. Потому что за день этого зерна завтра ракета прилетит в Польшу. Дозревают, дозревают, дать еще как бы три месяца, пять месяцев вот этой серии, которая начала, что будем воевать с Россией, она сделает свое дело. Ну что ж, говорят очень часто, что у НАТО не хватает смелости, а я всегда говорю, что не хватает этой смелости, потому что в НАТО реального смысла нашего присоединения действительно вспомнит о том, что это очень большая объединенная экономика, объединенная география, вполне возможно, что станет еще и объединенное очень большое войско, тем более, что враг у нас один на всех. Агиль, спасибо вам большое за этот разговор, я как всегда с большим интересом буду наблюдать за тем, как ваши прогнозы будут сбываться, потому что я сколько с вами общаюсь, столько и имею подтверждение, что все это не пустые слова, а действительно потом мы видим их отображение на фронтах, но и когда вы говорите, что худшее, а для нас это было действительно очень сложно, что оно уже свершилось и оно позади, дальше будет лучше, я думаю, что это важные слова для нашего зрителя, каждого, кто сегодня нас посмотрел и послушал. Спасибо вам большое за вашу оценку и спасибо большое за общение. Желаю удачи, побегу спасибо большое, всего доброго, Гиле, до новых встреч. Друзья, в гостях у нас ведущий аналитик аналитического центра STEM, Гильдер Стамзаде, я как всегда пользуюсь случаем, напоминаю вам, что вы можете подписаться на телеграм-канал аналитического центра STEM, я сама за ним слежу, и там аналитика, которая касается не только российско-украинской войны и российской агрессии, там еще и анализ множества важных событий, которые происходят в мире, региональных очень важных новостей, то, что называется, знаете, как оценка со стороны, это всегда очень важно, очень интересно и помогает нам лучше разбираться в хитросплетениях мировой геополитики, тогда вы обязательно это сделаете. Не забывайте обязательно оставить нам лайк для продвижения нашего эфира, ясно, что говорить или слушать про войну с удовольствием невозможно, одно дело, когда вы поддерживаете что-то веселое и радостное, но здесь история не в том, что вы нам плюсуете или поддерживаете темы обсуждения, это алгоритм внутреннего ютюба, он так прошит и так устроен, чем больше лайков, тем больше мы попадаем в рекомендации, чтобы больше людей слышало аналитику, в частности, и от Агиля Рустам Заде. Конечно же, не забывайте обязательно подписываться на YouTube канал Курбанова Лайф, для нас очень ценно и важно, когда возрастает наша аудитория, количество наших единомышленников и все ваши комментарии, все, что вы пишете, говорите, чем делитесь, это тоже очень важно. Ну, а самое главное, друзья, оставайтесь вместе с нами, как всегда, вас ждет впереди еще много важного и интересного. Берегите себя, берегите Украину, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok